Еще одна наша извечная проблема состоит в том, что мы очень податливы к восприятию чужой, я имею ввиду западной культуры. Завтра в стране праздник, День народного единства. Лишь 10% жителей России вообще считают его праздником. И это число не растет с годами. Праздник действительно не совсем понятен народу, но речь не о нем. Те же 10% населения страны на этой неделе отметили великий и ужасный Хэллоуин. Вот тут как раз все ясно. Для мистически настроенных граждан это возможность проведения неких оккультных обрядов. Для остальных просто повод подурачиться. Дети любят этот праздник особенно. Очевидно, что Хэллоуин, я стараюсь делать ударение на двух слогах, чтобы никого не обидеть, подходит нам так же, как американцам годовщина Великой Октябрьской революции. Это известная наша слабость. Мы считаем собственную культуру не особо привлекательной, поскольку наиболее раскрученной является в мире культура западная. Мы давно уже не отмечаем дни рождения и Новый год. Мы хэппи-бездим и джингл-беллим. То есть, да, праздник для нас чужой. И уверен, он никогда и не станет нам родным. Защищать его не буду. С ним, как без него. Но не могу согласиться и с тем религиозным ажиотажем, который каждый год поднимается в прессе вокруг этого праздника. Религиозные деятели громят Хэллоуин на своем специфическом языке. В некоторых регионах страны особо мистически настроенные руководители школ и регионов вводят даже запреты на его проведение. Становится уже не смешно. Снисходительная улыбка сменяется на полное недоумение. Так надо ли нам бояться за наших детей и за наши неокрепшие души, которые мы, как нам говорят, передаем в руки дьяволу, празднуя этот праздник? Об этом Маргарита Петрова. Некоторые спрашивали, ты так ужилась, что ли? Идешь, на тебя обращать внимание там, обсуждают. А если страшно, то только весело. К Хэллоуину учащиеся школы номер 39 в Казани готовились с не меньшим воодушевлением, чем к собственному дню рождения. Запаслись конфетами, заранее продумали образ. Надо искать правильно, как одеться, подобрать. Вот как сделать злойки. Вот у меня зубы из вилки. Дальше сложнее. Каждый класс подготовил праздничную программу. Ребята читали стихи, пели песни, разыгрывали сценки по теме западного праздника. Все только на английском. Учителя горды. Лексический запас детей явно стал шире, а культура изучаемого языка нагляднее. И конец четверти. Вот какое-то дополнительное расслабление, настроение. И праздник несет позитив однозначно. Но вы посмотрите, каждый класс готовит. Это соревновательный дух. Я больше волновалась не за себя, а за наш класс. Так как мы должны быть сильным, дружным классом. Мы команда. Ну вот. А в конце, конечно, подарки. И все вроде бы мило, шуточно. Запрещенных тем нет. Так в программе концерта появился танец у надгробной плиты. Я играю в роли смерти. Ну, родители, конечно, ну так, они вообще не любят этот праздник. Но все равно сказали, если ты играешь, то играй. Ну, как бы, хорошо тебе выступить. Конечно, как символы, некоторые элементы зла присутствуют. Такие костюмированные образы, как ведьмы или какие-то чертики. Но это все рассматривается в шуточной форме. И в итоге добро всегда побеждает. Педагоги настаивают. Это просто костюмированный день. И называют, кстати, его здесь не Хэллоуин, а праздник тыкв. Что так или иначе гуляют в канун Дня всех святых, признавались во многих школах Казани. Но разрешить съемки во время этого действия отказались. Может, стыдятся, что прибивают детям чужеродную культуру. Я всю свою жизнь преподаю английский язык. И я знаю, что есть замечательные образцы англоязычной культуры, которые не противоречат нашим национальным устоям и этническим нашим традициям. А вот эта чертовщина, которая насаждается, я считаю, она очень глубоко противна нашей и русской, и татарской культуре. Какие-то потусторонние силы, агрессивные силы воздействуют на тонкую, неустойчивую психику, на тонкий эмоциональный фон растущей молодежи. И вот эта вот агрессия, которая все больше порой возникает в молодежной среде, она ведь вызвана и тем, что порой молодежь выбирает именно такие агрессивные сюжеты, агрессивные фильмы, которые культивируются, к сожалению, в прокате, на телевидении и в интернете. Священнослужители негодуют, называют Хэллоуин праздником дьявола, а федеральная столица, Омске, на Кубани и некоторых других регионах отмечать его в школах запрещено. Как говорится в официальных документах, праздник пропагандирует культ смерти. Такие игры могут снять внутреннее табу на отвращение к насилию и убийству. Это вряд ли, уверен психолог Олег Васильев. В своей практике, в своей жизни и в мире наблюдаю следующее. У нас есть темное и светлое. Если темное отрицать, с ним боевать, запрещать, то оно копится. Если давать этому быть в безопасной форме, то это как-то выйдет, это реализуется и не будет копиться. Не менее радостно, чем дети, Хэллоуин воспринимают и многие взрослые. По подсчетам социологов, западный праздник в России отмечает каждый десятый. В Казани в последнюю неделю октября проходят множество подобных вечеринок. В меню – «Живые головы» из развлекательной программы «Брейкданс андзомби». В этом есть элемент потери этнической и национальной идентичности. И это очень грустно, потому что мы перестаем гордиться тем, что мы русские, мы перестаем гордиться тем, что мы татары. Мы хотим звучать англоязычно. Понимаете? Вот еще один очень маленький пример. Мы уступили одну букву в слове «бахетле» и стали произносить ее «бахетле». «Бахетле» вы знаете, да, теперь уже везде пишут, да? Следующий, москвичи произносят «бахетле» уже как «бэкстейл». Осталось только латиницу добавить, понимаете? И это будет звучать совсем по-английски. Но тогда мы не узнаем свой город, мы не узнаем свою культуру. Ну, почему бы и нет, собственно говоря. Глобализация страной не обходит Россию. Почему бы и нет? Мы приближаемся к европейской культуре. Я не думаю, что он справляется только в США и Великобритании, и в Австралии, и в английских странах. Может быть, и в европейских странах вполне. А мы свою культуру не потеряем в окружающих? Я думаю, нет. Потому что у нас наряду с такими мероприятиями проводится очень много наших национальных мероприятий. Чем больше ты познаешь культуру другого народа, тем ты становишься богаче. Я бы не сказала, что только вот западноевропейские какие-то праздники здесь прижились. А тем более у нас в Татарстане, мы и с Сабантуй, у нас здесь многонациональный народ. А учитывая, что все больше и больше иностранцев интересует Казань, евразийское начало наше, их привлекает именно татарское слободание, пирамиды и миражи, согласитесь, да? Именно народная культура интересная. Конечно же, есть определенные сходства с русскими святками. Ну и, конечно же, настрой общий, безусловно, отличается. То есть, действительно, русские святки – это время веселья, время, когда ходят в гости поздравлять друг друга, поют калятки. Нечто подобное взялись организовать в казанском циферблате. Приготовили жутки, но лишь на вид угощения, а вместо чертовщины запаслись веселем. Организовали традиционные конкурсы с поеданием яблок без рук. Это же как бы все эти одевания в мертвых, это все вроде как обереги. Но это как кукла-калавера в испанской традиции. Чем больше ты говоришь о смерти и о всем, что лежит за той стороной, тем меньше ты этого боишься. В нашей культуре очень глубокие традиции, глубокая мораль, глубокая нравственность. Достаточно четко прописан генетический код. И, в общем-то, я не думаю, что это войдет глубоко в молодое поколение. Маргарита Петрова, Роман Безменов, Лилия Миннубаева, 7 дней. Прошел этот праздник, и мы забыли о нем еще на год. Следующая жертва догматического мышления совсем скоро – великий и ужасный Элтон Джон. А потом наступит Новый год. Наши улицы будут пестреть оленями и Санта-Клаусами. И мало кому придет в голову, что это тот же Хэллоуин. Та же самая утрата родной культуры. Но ведь Санта-Клаус нам улыбается. Он такой милый. Не защищаю я этот злосчастный праздник с тыквами. Выглядит он и правда отталкивающе. Просто я своими глазами видел, как отмечают его в Европе. Это просто маскарад. Борьба с собственными страхами. Некое освобождение от предрассудков, если хотите. И нет там в Европе никакой его демонизации. Поэтому ощущение такое, что Европа живет в 21 веке, а мы по-прежнему в веке 12. Судя по тому, какое количество людей всерьез его воспринимают. Я не уверен, нужен ли нам Хэллоуин. Но бороться со страхами как-то необходимо. С догмами, суевериями и прочими глупостями. А еще и просто научиться понимать, что если вы видите двух черных ворон, это еще не значит, что все вороны черные. До свидания.